Всем привет, друзья! С вами я, Антонио Чайзели, тренер, который выведет Милан вновь в топы. И, собственно, сегодня мы начнем это делать, потому что ЛЧ — это тот турнир, где можно громко о себе заявить. И сейчас, только для вас, как красиво звучит, сейчас для вас, как будто готовился, да, но нет. Одна восьмая против Чайзели. Оценить, в какой форме мы, то есть Милан, подходим к этому матчу. В принципе, в чемпионате дела у нас довольно неплохи. Даже есть некие шансы на чемпионство. Что удивительно, лучшим бомбардиром является Марио Балателли. Многие говорили, зачем его покупать, но, пожалуйста, 27 матчей — 16 голов. Так как я далеко не глупыш, я изучу соперника. Давайте посмотрим, какой в форме Челси находится. Итак, собственно, давайте состав их посмотрим, трансферы. Кьеза, Рубен Диас. Неплохо так закупились на 260 миллионов. Кьеза, Рубен Диас, Бруно Фернандес, Ауар — это жесткий FM-овский бист. Та, продали они Марату, ну это понятно, Баркли, Батшуаи. Ну, в общем, важных футболистов они не лишились, а вот закупились неплохими такими бистами. Но при этом идут пятыми в чемпионате. Хреново, что не сыграют по Китае Романьоли, причем они не травмированы, а они просто простудились. Взрослые ребята, вот Романьоли, да, 26 лет человеку, даже просто шапку не может одеть. То же самое с Пакитой, да, ну, детский сад, серьезно. Нет, возможно, они прогуливают, потому что это все футболисты, тем не менее, неопытные, да, и волнуются перед матчем такого масштаба, как 1-8 с Челси. Я бывала тоже в школьные года, надеюсь, моя мама это видео не увидит. Бывала тоже перед контрольными, такой говорю, ой, что-то температура, мама, что-то животик болит, наверное, я не пойду. И сидел, играл в FIFA 8 или в героев. Бывала, да, но, блин, 67 тысяч в неделю, братан, можно и... Ладно. А знаете, в чем прикол? В том, что, походу, придется Романьоли сквозь сопли, сквозь кашель играть, потому что я продал Мусакио зимой, и у меня осталось 3 центральных защитника. Я думал, что хватит. Конечно же, конечно же. Да, еще проблема то, что Депай постоянно травмируется, и вот в начале сезона он был диким тащером, но там случилось 2-3 травмы с ним подряд буквально. Причем одна была, это было на стриме, он просто шел и все, и просто упал. Я не знаю, может, на гвоздь наступил. По составу, конечно же, Челси посильнее нас. И первый момент у Челси. Бруно Фернандес разыгрывает Сауаром. Ммм, да, от кого, от кого, как от Кристенсена, я, честно говоря, не ожидал голов еще и таких быстрых, таких обескураживающих. Мне это не нравится. В принципе, с тем же Тоттенхэмом мы довольно легко разбирались в группе. А, как по мне, Челси не сильнее того же Тоттенхэма. Тонали. Гостевой гол, это очень важно. Жаль. Все, что я выучил за полтора года на итальянском, это постараться, постараться. И, в принципе, это всегда действует. Это, походу, атака Челси. Жаль. Кристенсен. Тот самый на Бруно Фернандеса. И Айер. Отличный привоз. Тэмми Абрахам. Нет, смотрите-ка, мы умудряемся перехватить. И даже отдать пас на Балателли, который обострил Даниль за эту атаку пасом назад. Кисье. Франк Кисье. Он будет бить. Он будет бить. И, конечно же, это еще одна штанга. И... В ФМ вроде бы вышла какая-то обнова. Должна усилить, так сказать, завершение ботов, что ли. Они вроде бы теперь чаще будут пасовать, вместо того, чтобы бить совсем уж неправдоподобных позиций. Ну что ж, посмотрим. Но пока что, походу, это было усиление на штанге. 2-0 это... Ох. Если сейчас Конти еще и вторую желтую получит. Это будет просто супер. Финита ля комедия, друзья, приближается. Судья смотрит. И, скорее всего, даст пенальти. Я не разумею, чтобы судья после фола в штрафной не давал пенальти. Конечно же, а что нет-то? Так, а он что еще? Красный идет давать, да? Да? Ха-ха, классно! Нет, не дал. А нет, дай... Он подзывает к себе. Какая драма прям. Да, это удаление на 32-й минуте матча. Молодец! Алло! Ну... Донна Рума красавчик, но там как бы не все футболисты вышли из штрафной. Сейчас бы еще перебивать пришлось бы. Фернандес подает. Да, если мы по такой игре сможем... Просто 1-0 проиграть, это будет большой успех на самом деле. Пока что это не матч, это просто какая-то драма. Ранний гол. Две штанги. Удаление. Пенальти. За что мне все это спрашивается? Да, бедный Болотели бегает впереди, но... Отличный заброс. Что вы делаете? Что вы делаете? Ха-ха! 2-0. Нет, Донна Рума сегодня... Ну, не, ну вообще он как бы герой всех матчей, но сегодня особенно он бестит. Ковачич, Джеймс. Конечно же, никто никого не встречает, не прессингует. Позволяем такие вот забросы. Легчайшие делать. И сейчас, наверное, будет просто пинание мяча в никуда, я так думаю. Да? Да? Не сложно было догадаться. Ай-яй-яй-яй-яй! Там еще какой-то рикошет! Ну за хею! А-а-а! Ха-ха! Блин, какой кал! Это вот удаление просто все сломало. Все мои гениальные тактики. Я вот... Сколько F.M. не выходил, да? Сколько карьеры занимала не выходила. Дня 3-4. Я все эти 4 дня штудировал... Штудировал, короче. Да, готовился по полной. Там, туда-сюда. И все. И просто судья. Кто это был? Кто это был? Брых! Конечно, весело ему. А что? В общем, в ответке увидимся. Фух. Итак, друзья. Большой день. День ответного матча с Челси. Но между ними первым и вторым матчем было 3 тура серии А. Кому интересно, мы обидно проиграли в равной борьбе. Ну, это всегда, когда я проигрываю, это обидно, во-первых. А во-вторых, конечно же, в равной борьбе. Наполи. Тем более, это наш прямой конкурент. И потом две победы на такие, что называется... Как это слово? Рядовые победы. То есть, ну, ничего особенного в этих матчах не было. Кроме того, что в них забивал Анте Рыбич, который в этом сезоне просто ужасно играет. Но, видимо, чуя, что контракт заканчивается, арендный контракт заканчивается. И жена ему говорит, что ей нравится одеваться в модных бутиках Милана. Наверное, он чувствует, что нужно на новый контракт работать. Но, блин, на него такие слабые технические скиллы, что просто слезы наворачиваются. В чемпионате мы прям вот, ну, прям вот рядом с Ювентусом, что аж можно пощупать их за их полосатые булочки. Но сегодня речь не об этом. Сегодня ответный матч с Челси. И я считаю, что шансы какие-то, шансы есть. Ну, а перед матчем, друзья, конечно же, хочу вам напомнить, что если вы играете в FIFA, вам нужно усилить состав или просто подкрывать пакцы. Я знаю одного надежного и проверенного человека Александра Месси, у которого всегда быстро, выгодно, качественно и надежно. Плюс получите скидку, если скажешь, что вы пришли от меня. В общем, ссылка в описании. Ох, знаете, сейчас у меня на одном плече сидит... Кто сидит? Никого там нет, но типа как в фильмах, да, тут бывает. Один говорит, давай два нападающих, все будет четко. Друг говорит, не стоит прям так уж и рисковать. Давай начнем с одного, а потом будет видно. Вот я думаю, блин, я думаю, пожалуй, таким составом. Всегда команда мотивируется, когда в раздевалке говоришь, что за нами должок. Когда вот разговор про долг их прям задевает. Прям команда каких-то потенциальных коллекторов. Ну, нет, ну, нет. Хе-хе-хе, Донна Рума, если бы не ты, если бы не ты, братан, то ради чего бы мы старались? Постараться. Постараться, пацаны. Очень. Ну, нужно забить гол. Вот если мы сейчас забьем гол, то это прям все поменяет. Ну! Ну, Романьоли, что ты делал? Ну, Романьоли, ну что ты там приставным шагом отнимает мяч? Ну, это не уроки физкультуры, в конце концов. Вот, Кисье, хорошо. На мана можно свое такое начинать. Ну, пас. Можно было еще хуже отдать передачу, мне интересно. Обостряющий пас назад. Это я одобряю. Айер. Так, надеюсь, это гол. Пазязя. Пазязя. Какой смысл им прописывать бить реже, если они все равно лупят и лупят, лупят и лупят, лупят и лупят. Это что такое? Это что такое? Покита. Понятно. Кнопка паса залагала, наверное, у Покиты в этот момент в его виртуальной голове. Из этого мы получаем контратаку. Хатса на до и... Выше ворот. Очень нужен гол! Блин, я хочу себя намазать глаза вьетнамской звездочке, потому что такие пасы я... Я-я-я-я-я-я. Просто не могу больше видеть, серьезно. Но если бы не Дон Нарума, сейчас, наверное, по сумме двух встреч было бы что-то типа 0500 примерно. Ну, куда это годится? Оказывается, что все печально. Ну, 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 мяч! Мяч! Он как бы, как бы, можно им... Обостряющий пас на вратаря. Да. А давай еще отдадим болельщикам передачку, а то вдруг все-таки 12-й игрок. Ну-ка, Депай, потеряй, Кобяч, еще раз. Нет, смотрите-ка. Пас Рабоны отдал! Красавчик! Фух, он и вправду Рабоны отдал. Смотрите, там была Рабона. Смотрите, смотрите, смотрите. Ну, конечно, так пижонить в одной восьмой ЛЧ. Смотрите, опа. Окей! Окей, если это поможет, Базару 0, красавчик. Но пока что мы тревожно играем. Знаете, что-то... Что-то как-то, мне кажется, нужно сделать вот так вот. Потому что эти забросы, наша линия обороны совсем не справляется с ними. Я не знаю, Дон Нарума памятник заслужил себе, как говорится, при жизни. Просто памятник! Зачем было возвращать, брат? Вради этого! Ради таких вот привозов! Дон Нарума, я хочу от тебя детей. Бруно Фернандес. Ну просто! Ну просто как? Как такие моменты рождаются в движке ФМ? Какой профессиональный футболист бы отдал бы такой охрененный пас? Подача. Зачем мне это показывают? Что специально, да, издевается надо мной. Что-то типа, о, вдруг гол, а там просто подача в руку Кепи. Нихера себе он вбрасывает. Он подкачался. Может быть... Молодцы. Молодцы. Просто лучше. Зачем отбирать мяч? На хера это надо, правильно? Зачем? Просто... Это уже как-то... Это никому не нужно. Отборы мяча. Это все придуманы... Придумали какие-то глупые люди абсолютно. Не, нифига. Обновление просто бесполезнейшее. Потому что... Кто-нибудь сейчас увидел пас? Лично я нет. Если увидели, то... Не знаю. В программу «Жди меня» звоните. Там может быть... Кто-нибудь этот пас ищет. Например, я по кита. По кита. Хороший пас на Ляо! Ну... Понятно. Не, пасики не завезли. Не. Зачем пасываться? Это же какой-то детский сад. О, да. Мощнейший удар. Просто, я не знаю. Снес ворота, как в убойном футболе. Наверное, там снимался по кита в убойном футболе. Когда вот эти вот сцены, где ворота сносили. Один гол от игры. Нужно еще два. Нужно еще два. Всего-то. Самое обидное, если мы проиграем... Если мы победим 3-1, это будет просто, не знаю, до слез. Ну, мои ребята не сильно торопятся, я так смотрю, атаковать. хоть бери переигрывай шутка хатса надо и хатса надо и очередной сейф донорумы вот кому золотой мяч нужно давать доноруме сомневаюсь что ваш месси смог бы такие сейвы делать все победа 21 но это победа как говорится со слезами на глазах интересное заканчивается в сезоне возможно сможем побороться за чемпионство возможно кто знает да но если сможем то я вам это покажу конечно же на видео но мы вылетаем от челси вылетели из кубка так что всем удачи всем пока чао